Сотни палаток в парке у моря Пскова, тысячи зрителей у сцены на фестивальной поляне. Очередной фестиваль авторской песни «Станция Сибирь» прошел в Новосибирске с 16 по 17 июня. Обычно про столь посещаемые мероприятия говорят «прошел с аншлагом». Но так как и гала-концерт и все другие мероприятия программы были бесплатными, в данном случае можно сказать, яблоку было негде упасть. Четвертый фестиваль «Станция Сибирь» впервые пять сцен. Впервые сцена свободных микрофонов. Впервые направление наше, которое называется «Искры», это те, которые действительно ищут новых звездочек. И невзирая на погоду, жадно слушание песен на всех наших и центральных поляне и так далее. Для того, чтобы послушать любимые песни, посидеть у костра, встретить старых друзей, многие специально приехали из разных уголков Сибири. Фестиваль оправдывает свое название. Не испортил праздника даже проливной дождь, прошедший на фестиваль на поляне. Вадим Мещук, ставший одним из хитлайнеров программы, только пошутил. Приятно вдывает нас. Не знаю, как вас, да? Заводил комаров, друзья? Это уже хорошо, это все главное. Кроме основной сцены и Вадима Мещука, и всех прочих звездных участников, можно было увидеть в палатках на творческих мастерских. Не только увидеть, но и спеть им свои песни и получить совет. Технически начни вот играть от легкого касания гитая. Твоя старательность, во-первых, тебя вот технически. Лучшие участники творческих мастерских смогли стать участниками гала-концерта, получить диплом от мастеров и, кто знает, путевку на большую сцену. Как Кристина Томина, творчество которой оценил Юрий Лорис. Аплодисменты! Сам жанр бардовской песни существует давно. И поэтому среди зрителей и участников было много людей, как говорится, серебряного возраста. Валерий Мещук даже пошутил со сценой. Дело в том, что Вадим плохо видит, а я плохо слышу. Понимаете? Поэтому я вот у оператора прошу мою гитару чуть поднять, а то я ее не слышу. Тем не менее, участвовали в фестивале и молодые люди, и просто дети. Для них была отведена специальная сцена под лампочкой. 150 детей от Красноярска, которые приехали сюда, организованно, клубами и так далее. Провели отдельный детский фестиваль. Дети сегодня выйдут на сцену гала-концерт. И молодые голоса только украсили творческую программу. Они взяли уроки мастерства, выступили на одной сцене со звездами и, можно быть уверенными, получили творческий импульс, который, даже если не приведет их в дальнейшем на сцену, сделает из них людей неравнодушных, восприимчивых к искусству. А это значит, что авторская песня будет звучать еще долго.